Великое счастье Все, и мы работаем не зря, и вы по-прежнему любите Бензинский драматический театр. Поверьте, это большое явление. Бензинский драматический театр. Мы очень волновались, на самом деле до сих пор волнулись, потому что, сами понимаете, когда берешь в импертуар классику, сразу начинают огромное количество друзей. В кавычках говорится, зачем? Ну кто? Кому нужна классика в наше время? Ну что это? Нафталин, Чехов. Боже мой, как вы могли взять Чехова? И вот доказательства. Мы взяли Чехова в зале. В зале он шла. Но это действительно так. Потому что Антон Павлович Чехов это про сейчас. Это про сию секунду, про сию минуту. Про нас с вами. Про то, чем мы дышим, чем мы живем, на что мы надеемся и во что мы верим. И не случайно этот сезон называется сезон «Сопричастность». Потому что Антон Павлович Чехов – это один из самых авторов, которые сопричастны всегда и вечно. Спасибо вам! Спасибо замечательной группе Андрея Шляпина. Это четвертая его постановка, молодого, талантливого режиссера. Огромное спасибо всей постановочной группе. И самое главное – нашим работникам театра. Потому что не случайно Станиславский говорил, что этот сезон начинается с вешалки. Конечно, начинается не с вешалки, а с той атмосферы, которая дает вам эти красивейшие женщины. Приятного просмотра! Сперва начала. Прошу внимания. Я начинаю. Шина! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА А-а-а! Шина! Четверẹре. В четырёх детстве, в семье ученица, Ленина Николаевна Аркадьевична, по-моему, в первую актрису, Константин Головинский, молодой человек, её сын, это я. Ждём, давайте, давай, в истории. Идём туда. Ленина Михайловна, замечательная молодая девушка, дочь подарки молодейщика. Илья Панадиш-Шантай, поручий под кармель, управляющий с домом. Варина Андреевна, его жена. Маша, его дочь. Варенье Алексеевич, трёхлор, это и есть. Илья Сергеевич, врач. Семёра Сергеевич, врач, получите работу с дьяком, в порт, в порт, в порт, в степь. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Ну что, потанцуй! АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Вот тебе и театр! Четвертый мир, как я спою Потом первая, потом вторая, дальше Густое пространство, декораций никаких Открывается лифт прямо на озеро И на горизонт! Погибем занавес ровно в половине девятого Когда взойдет луна! Ревнует! Она уже против меня и против спектакля И против моей пьесы Потому что ее билетристу может понравиться Заречная! Она не знает моей пьесы, но уже ненавидит ее! Ей уже досадно, что вот на этой маленькой сцене Будет иметь успех Заречная! А не она! Психологически понес моя мать! Бесспорно умна, талантлива! Способна рыдать так слишком! Отхватит тебе всего некрасованные дусти! За больными ухаживают! Как Анна! Но попробуй похвалить с ней дузы! О-о-о-о-о! Нужно хвалить только ее одну! Нужно кричать, писать, восторгаться ее Необыкновенные дрови Стали скамеями Перепчат жизни А поскольку здесь в деревне нет окно турманов Вот она уже скучает жизнь И все мы ее враги! Все мы виноваты! Затем она свою версию Боится трех свечей Тринадцатого числа Она скупа! В ее одессе в банке Семьдесят тысячи Что-то я знаю, наверное А попроси у нее Семьдесят Стали плачать! Любит? А она не любит! Любит! Не любит! Не любит! Не любит! Владимир! Моя мать меня не любит! Еще! Ей хочется жить Любить Носить цветной кофточки А мне уже двадцать пять лет И я постоянно напоминаю ей Что она уже не молода Когда меня нет Мне всего тридцать два года При мне же И за это она меня не доветит Она знает также Что я не признаю театр Она любит театр Она любит театр Ей кажется Что она служит человеческим Святому искусству А по-моему Современный театр Это Русина Вреда нас суда Когда поднимаются Занкли за перечерлим освещением В космосе Стриняя стенами Эти великие таланты Жрецы святого искусства Изображают Как люди едят Пью Любят Носят свои пиджаки Когда из можно Картины фраз Пытаются выудить Мораль 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 Но кто по-понятному Полезному Домашнего Не ходит Когда в тысячи вариаций Мне подносит одно и то же Одно и то же Одно и то же То я бегу 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 по косанке Желотой филевой башни Которая даю ему Пост своей божественность Нужны новые формы Нужны новые формы Новые формы нужны А если нет То лучше вообще ничего не нужно Я люблю Мораль Сильно люблю Но она ведет Вестолковую жизнь Вечно носится С этим юристристом Имя ее Постоянно трех в газетах Это меня утомляет Иногда же во мне просто говорит Эгоизм обновенного смертного Да, бывает жаль что у меня Мать известная от нас Кажется, Путин там Угновенная женщина И я Я был бы счастливее Дядя Что может быть Отчаяния Но мне и уважение Бывало у нее В гостиной сидят Вплошь Все знаменитости Артисты писались И между ними Только я один И что И меня тело Потому что я ее сын Кто я? Что я? Вышел с третьего Курса университета По обстоятельствам Как говорится От редакции Независим Игрошах денег Талантов никаких А попасть туда Я гейский мященник Бальтик Гейский мященник Когда тоже был известен Маклёртый год Когда бывал У нее в гостиной Все эти Артисты и писатели Обращали на меня Своё милостивое внимание То мне казалось Что свои взгляды Они измеряют Мое ничтожество Я угадывал их мысли И страдал от унижения И страдал от унижения И страдал от унижения Человек умный и простой Немножко заячий Меланхоличный Очень порядочный 40 лет ему будет Ещё не скоро Но он уже знаменитый Сын Сын по горло Что касается его писаний То как тебе сказать Мило Талантливо Но после Толстого Или Заря Не захочешь читать Григорина А я без нее жить не могу Даже звук нее шагов Прекрасил Я счастлив Без умных Волшебница Мечтовая Может Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 как художественную область. А в моей души и уважили меня в общих точек сопровождения. Я люблю вас, Маш. От тоски не могу сидеть дома. Каждый день. Хожу пешком шесть верт сюда и шесть верт обратно. А встречаю один или лишний дифферентизм с вашей стороны. Нет, ну это понятно. Я не знаю. Я без средств. Семья у меня большая. Какая охота идти за человека, которому самому ездить? Пустяки. Ваша любовь трогает меня, но я не могу отвечать вам заимностью. Вот и все. Продолжайтесь. Не хочется. Душно. В시면 я, внутри ореха, а город, у него ореха, в милых небес. Должно быть, вы очевидили гроза. Вы — софилософствуете, говорите о земле. По-вашему, нет большего дешев miletv, как бедность, а по-моему, тысячу раз легче ходить в махмоте и побираться, чем... В общем, вам этого не бояться. Люди. Львы, Орлы, Куропатки, Рогопи, Олени, Пусти, Пауки, Мучливые рыбачи... Господа! Когда начнется, вас позовут. А теперь нельзя здесь. Нельзя здесь. Уходите, пожалуйста. Маленька! 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 Ну, Пусти тогда, блин, попросите вашего папаши, чтобы он распорядился отвязать собаку, а то она уходит. Сестра всю ночь не жала. Говорите с моим отцом сами, а я не так. Уходите, пожалуйста. Пойдите. Вы мне сначала пришлите сказать. Веденка! Пойдем. Ну, значит, опять будет быть собака. Вот ведь история. Никогда я не жил в беремне, как хотел. Бывало, возьмешь отпуск на 28 дней, приедешь сюда, чтобы отдохнуть, и все. Но тут запекут тебя таким скоро, что с первого дня хочется воду. Всегда! Всегда я отсюда приезжал с удовольствием. А вот теперь я вот ставь. Хочешь, не хочешь, оживи. Великолепно! А мне, брат, в деревне как-то не того. Ненавидные вещи никогда я здесь не привыкнул. Вчера лег в 10, сегодня утром проснулся в 9 с таким чувством, как будто от долгого спадья у меня мозг прилип к черепу и все такое. А во-первых, еще и во-вторых. И вот теперь я разбил, испытываю кошмар, в конце концов. О! Посмотри! Трагедия моей жизни! У меня и в молодости была такая наружность, как будто я пил за пояс, и все. У меня никогда не любили женщины. Отчего, сестра, я буду? Вы, Константин, думаете, как купаться пойдем? Отчего, извините, мы учились здесь, и мы получили места. Скоро начало. Так, спирт есть, серый есть. Когда появятся красные плода в руку, чтоб вахнуть серый? Надо, чтобы я должен. Если заречь не опоздать, пропадет весь эффект. Скоро лучше не будет. А нет, отец, батюшка, стерегут ее, вырвутся ей из дома. Так же трудно, как из тюрьмы. Что? Борода в голову, а в злахмашек постригся уже. Ты попросил, чтоб твой адрес не нравится? Смотри, уж волнуйся и все. Да успокойся! Мать, тебя обожаю! О! Бескатру нельзя! Нужны голые формы. А если их нет, то уж вообще ничего. Так, Костя, скажи, а что за человек этот крестичный? Ты поймешь вон, но молчи! А я, брат, люблю литераторов. Когда, страстно, я хотел двух вещей. Хотел жениться и хотел стать литератом. Но не вышло ни то и ни другое. И маленький литератом летом из Костя, Артема. Когда-то 10 лет назад, я написал статью про зубрищата. И вот теперь вспоминаю статью меня. А вот как начну вспоминать, что 28 лет я служил посудебному ведомству, то как никого не думается. Я слышу шаги. Даже звук ее шагов не было. Я без нее жить не могу. Волшебница. Мечта моя. Я не опоздала. Конечно, я не опоздала. Нет, нет, нет. Нет, нет. У вас не так страшно. Я боялась, что один запуск меня. Сморостен. Но он сейчас, вверху в мачку. Красное небо начинает восходить в луна, и я крыла лысить. Да ладно, ладно, ладно! А я рада. У нас не кажется заплатным, но нехорошим. Да это так. Как? Видите, как мне тяжело дышать? Костя, через полчаса я убегу, надо спешить. Нельзя-нельзя! Вот ради не удерживайте меня! Мой отец, не знаю, что я здесь! Да, в самом деле, пора начинать, я... Я позаблю всё! Стоп! Отец и мачки, не пускай меня сюда, говоришь, что я здесь богема. Боятся, как я не пошла в актрисы. Они отсядут сюда, как в чай. Моё сердце полно в вами. Может, кто ж там? Там. Вот, вот, вот! Давай, Захартов! Давай! Я вас тут внизу, давай, опускаю! Захартов! 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 Схватка! Субтитры создавал DimaTorzok 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 Люди, выорвавших, робат. Робат и олени! Будьте муки, лучше не прерывай! Да не уезжайте рано, умоляю вас! Морские звёзды! Нельзя! Морские звёзды! И те, которых нельзя было иметь в глазах, сломан всей жизни, все жизни, все жизни и совершит печальный круг угасов. Уже тысячи веков, как земля, не носят на земле ни одного животного ущества. И эта бедная луна напрасно зажигает свой фонарь. Глубуша не просыпается с криком журавлей. Мойских животных бывает, что в литвовых ночах... Нина, а что, если я поеду к вам и буду стоять в саду всю ночь и смотреть на вашу одну? Костя, нельзя. Вас заняты сторож. Ты резон не привык, кому будет злай. Тела живых существ, вещественных прах, и вечная материя обратила их в камни, в воду, в облака, а души всех стелились в одну. Общая мировая душа — это я. Это я. Во мне душа — это Александра Великого, и Деда, и Наполеона, и Шестове, и последний — это я. Во вне сознания людей, с листьями всех животных, и я помню все, все, как всю жизнь за собой я призываю. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Идите, идите, нам все приготовлено. АПЛОДИСМЕНТЫ Да, ОЧК! Костя! Паду за вас вождать в милое болото, вытуждаете вздалившие мысли, без боли, без обидания жизни. Боюсь, чтобы вас не возникла жизнь, отец вечной материи, дьява, каждое мгновение вас, как в камнях в холоде, производится, так мне надо будет применять непрерывно. Нет вашего внимания, ничего, я ее не маню, востребует. Играть при нем я страшно и стыдно. Как пление, брошенное в пустое, в глубокий колодец, я не знаю, где и лично межно от меня не скрыто, лишь, чтобы портить жестокой борьбе с дьяволом. АПЛОДИСМЕНТЫ А он молод? Да. Какие-либо честные рассказы? Не знаю, не читал. Текст! Но это случится лишь тогда, когда мало-помалу через длинный ряд тысячелетий земля и светлые стилизки обратятся в пыль, а до тех пор ужас-ужас, ужас-ужас, ужас-ужас! Вашим детям трудно играть в меня в живых лиц. Живые лица! Живые лица! Нужно изображать жизнь! Не такой, какая она есть! Виция такой, какой она должна быть! Сколько? Какое она представляется нам, в наших мечтах! Поднимай! А-а-а-а! Господи! Виция! Ваши дети, молодец! Я надо кучиться! И поможет ей, эта непременно должна быть любой! Виция! А-а-а! Стрелять! А-а-а! А-а-а! Можете! Домой, Наташа! Вы сидя не переживаете. Это мясо. Вы только достаточно знаете, что он третий сумермунсел, который больше не отсталял. Никого. У меня 55 лет. Кустяки. Для мужчин-денитарства прекрасно сохранились человек и женщин. Что угодно. Вы доктрисы у всех клуба? Все? Если в обществе любят артисты, вы относитесь к ним иначе того, чем, например, призам, будут в порядке вещей. Это идеализм. Женщины всегда влюблялись с вами. И вежливость на шею – это тоже идеализм. Логически скачу. Да. В отношении женщин ко мне всегда было много хорошего. И теперь во мне главным образом превосходного врача. Помните, лет 10-15 лет назад я был единственным порядочным акушером во всей губернии. Затем я всегда был честным человеком. Затем я живу, Один восторг – чудная игра. Неизводители также знают, где теперь он и тщатель. Павел Семенович. Проскрыл ими орел не подражает. Очень здорово все, потому что много уважаемых. Где он теперь? Кто? Тщатель. Павел Семенович. Вы все спрашиваете о каких-то подобных. Откуда я знаю? Парш скачали. Теперь уже нет таких. Павла Семена Ирина Николаевна. Прежно были могучие дубы. А теперь так видим. Одни творца. Три. Здесь не трава идиемов. Это правда. Но стрельняк трех столбам. Отдаст. Выше. Но мы с вами соблажки вчера. Впрочем, это дело вкуса. Эгусиус. Анатуренда. 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 И прежде чем Европа достигнет результатов, Человечество, как ты что-то умрел, Погибнет вследствие охлаждения земных полушарий. Ох, милости. А вы всегда такой мучеливый. Иногда говорите. Да, иногда говорим. Вот добрая улыбка. Вы должны быть простой человек. Мой милый сын, когда из начала? Через минуту прошу терпеть. Через минуту прошу терпеть. Мой сын, ты очень обрадил мне внутрь души, и я увидела ее в таких кровавых и таких смертельных язвах. Нет спасения. Прежде чем можете радость порогу и любви стало вместе к иступлению. Господа, я вам прошу внимания. Я начинаю. По чтенам не леет тени. И вы, которые носитесь в ночную сбору над этим озером, прошу вас, усыпите нас. И пусть нам пояснится то, что будет через двести тысяч лет. Через двести тысяч лет ничего не будет. Ну вот, пусть изобразят нам. Это для чего? Пусть мы спим. aires. Очень плачь. Продолжение следует... 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 Здравствуйте! Браво! 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 Здравствуйте! Николай! Браво! Такой хорошенький ты таким зимним голосом пришел. Нельзя сидеть в деревне. Он должен быть талантом. Вы обязаны поступить на сцену. Это моя мечта! Узнала ли, когда я хочу плиться? Кто знает, милая? Вот, позвольте вам представить Григорий Борис Алексеевич. Я так рада, я всегда вас считаю. Не конкуйтесь, милая. Он знаменитый, но у него простая душа. Видите, он сам сконкузился. Не правда ли странное место? Я ничего не понял. Прочно смотрел с удовольствием. Вы как истинные, не правильно. Дискорация была прекрасная. Волшунных и дамозили много рыбы. Да. Да. Я ищи щупки на льду. А для меня это больше наслаждение, чем сидеть вечером на берегу и лететь на поплавок. Ой, а я рула, что испытала слаждение творчества. Мне там алхейрин слаждение уже несуществует. Не говорите так, моя милая. Когда ему говорят хорошие слова, он проваливается. А у меня в Москве, в окресном диапе, октавской знаменитой «Сильва» сел в ниш веку. А в это время, как хорошо, тезет на галерею бас из наших синодальных перчинь. Игрус, можете представить наше крайнее изумление. Мы слышим с галереи «Браво Сильва» целую октаву и ниже вот это. «Браво Сильва» Все отрубко-пизонье. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. «Сильва» – Тихий андел пролетел… Тихий ангел пролетел!.. Мне пора, начальник. Куда же вы, милая, так рано? Мы вас не отпускаем. А если папа? Ой, какой он однако. Ну что поделаешь? Жалко, жалко вас отпускать. Если бы вы знали, как мне тяжело уезжать. Ну, вас бы проводил кто-нибудь, моя милая. Да нет, нет. Останется. Я не могу, как я так токовать. Останется, это на час. И все, правда, милая, хорошая, добрая, безвоскучная. Нельзя. Несчастная девушка, в сущности. Говорят, ее покойная мать завещала мужу все же в акроматное состояние. Все догадеете. И теперь эта бедная девочка может остаться ни с чем, так как один завещал уже все своей второй жене. Это возмутительно. Да, папенька, ее порядочный, скотина. Надо отдать ему полную справедливость. Печальные явления талисма, достойные внимания ламброза. Ламброза. Вы не можете быть в этом так слов. Пойдемте-ка и вы, господа, становитесь сыром. У меня ноги валят. Магадан. Магадан. Хорошо. Хорошо. АПЛОДИСМЕНТОР Я слышу, опять ходит собак. Будьте копрыть. Илья Валерьевич, прикажите его отрицать. Нельзя, Катер Николаевич. Боюсь, как бы воды в ангар не забрались. У меня там просто. Они себя как приятные и свободят. Пойдем, пойдем, старик злощадки. Добавлю, обставлю, дизлогу, дизлогу. Вы сможете, я еще не понимаю или сошел с ума. Но пьеса мне понравилась. Странка она какая-то. И конца я не видел. И все-таки впечатление сильное. У них что-то есть. Есть, есть. Смешов, наибр. А уже нет. Нет никого? Пять, мальчиков. Симусатый меня ищет, Машенька. Исторское состояние. Мне ваше действие нам понравилось. Да, вы довольно-таки человек. Вам надо продолжать. Я что хочу сказать. Вы взяли сюжет из области развлеченных людей. Так и следовало. Потому что художественные произведения должны непременно выражать какую-нибудь большую мысль. Только то прекрасно, что вперед. Проговорить и продолжать. Да, конечно, конечно. Знаете, я прожил свою жизнь разнообразным. Я не жалею. Но если бы мне пришлось бы сказать подъем духа, которую бывают художника во время творчества, то, знаете, я протирал бы свою материальную оболочку и все, что это оболочено. И уносился бы от земли подальше к высоту. И вот еще что. В произведении должна быть ясная определенная цель. Понимаете? Вы должны знать, о чем пишите. Иначе, если пойдете по этой живопедической дороге без определенной цели, то вы заблудитесь. И ваш талант погубит вас. И... Я горел на речной. Что? На речной. А, на тобой выехали. Как? Что же? Что же мне делать? Да. Я хочу ее видеть. Я должен ее видеть. Я тоже пойду. Высоконечку, но трубку. Высоконечку. Нет, вадим. Поехать. Идите-ка с нами в камень, в дом. Вот что, это ваша мама, она не в покое. Скажите ей, что я уехал. Прошу вас всех. Останьте меня в покое. Останьте! И приходите за мной! Нельзя так. Я никому не мешаю жить, пусть они оставят меня в покое. Благодарю, дом. Прощайте. Молодость. Молодость. Дальнейшим больше сказать. Как говорят, мы у нас смогут. А вот это, извините, я не пикат. В доме, кажется, играют. Надо идти. Погодите. Я не люблю своего отца, но к вам лежит в моем сердце, почему-то я всем душой чувствую, что вы мне близки. Помогите, женя. Помогите. Иначе я сделаю глупость, я бы смеюсь над твоей жизнью, испорчу ее, не могу вдольше. Че, я поможу? Все страдания. Не несу деталь моих страданий. Я люблю Комстантин. Что я могу сделать, Летяна? Что? Что? Я все держу. Летяна. Я люблю вас! Я люблю вас! Да! Я люблю вас! Как все нервны! Сколько? Ну, да с хвоей озером! Эту песню я хочу посвятить Константину Гаврину Штрепневу. Я, как та птица, Я вышла из дома. Мне было днем плохо, Но что здесь такого, Когда есть дороги, Маслы и трамваи. А в доме не ждали, И не понимали. Прощай! Господа, когда начнется, Ласку замуж, а сейчас нельзя здесь! Вы видите, пожалуйста! Анград! Я белкая птица, Вешала и скользила, Я не воевала, Но я победила. И крылья спокойно Лежали на воле, Готовы к небу, Готовы к боли. Прощай! А люди навстречу Работать спешили, Они свои крылья Давно заложили, И землю росли, Кто по пояс, кто выше. А солнце уже Закаталось над крышей, И я оглянулась. Вокруг было пусто, И я улыбнулась, Хотя было грустно, И день проникнула. Над детской провадкой Я полетела спокойно и сладко. Прощай! 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 Прощай, прощай, прощай. Я редкая птица, Я вышла из дома. Мне было прям поздно то, что здесь такого, Когда есть дороги, мосты и трамвай, 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 трамвай. Прощай. Зай моя мама. Мам, я тебя люблю. Сотка славы Я встану, я встану, я встану, о чем я режу кожу, И отольяю, я встану, я встану, на соли. Не будет мало, где твой станет, и твой слово уконит волн. Теперь в трудном поле больше не осталось ничего. Больше не осталось ничего. О, теперь нет, путь свободен, ветер загружит, расстает руки, деревьев, плечи. Лишь ног в стене, залился с белым бронхом, видишь, в твоем саду. Теперь мы дали дети игры, все те же факты, стали черным плаком. Но я прошу тебя, закрой глаза. Я прошу тебя, закрой глаза. Мне в эту ночь не спится запах. Ночных костей советовал, приятель, поздно-то. Течет из рога, но путь за дорогу можно. Теперь тебя, насколько трое кто-то, уже успела, когда ты на ногу. И не осталось ничего. И не осталось ничего. Это пахнет солнцем. Пахнет солнцем. Тебе я дарю ее, мой любимый друг. Только ты Только, только ты Когда ты умрешь, будет самый красивый закат Случатся все молнии, грозы и все дожди Белее снега рубашкой накроют тебя И снова пожелаю тебе самых крепких снов Только, только ты Только, только ты Только, только ты Пуля, пулиска, пуля Наверняка улыбайся только своим Любить невозможно всех к черту Мне такой успех улыбайся только своим Только, только ты Только, только ты Когда ты умрешь, я не стану валять Дурака 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 Я буду ехать Уходи Дурака 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 Живей Дурака А мы сегодня веселые, в конце концов. У нас радость. Отец и мальчик уехали в Тверь, и мы свободны на целых три дня. Я счастлива. Я теперь предлежу вам. Она сегодня красивая. Да, явно интересная. Из-за этого улица. Но не будем очень хвалить, а то сглазим. Где Борис Алексеевич? Он в Кубань. Рыбу ловит. Как ему надоест. Саня, у тебя рядом. Вам сколько? Двадцать два. А мне почти вдвое. Евгений Сергеевич, кто из нас выложали? Ну вы, конечно. Класс. А почему? А потому что я работаю и чувствую. Я постоянно в суете. А вы вот сидите на одном месте и не живете. И у меня правила не заглядывались на души. Я никогда не думаю ни о совести, ни о смерти, чему быть, того и не виноват. Но у меня такое чувство, будто я работаю на воду на воду. Жизнь я свою дальше волоком, как бесконечный штейн. И часто не бывает никакой обход в жизни. Конечно, это все пустяки, чтобы трепутся сбросить с себя сорок лет. Затем я корректно, как отчинчанин. Я, милая моя, держу себя в струне. Я всегда, как говорится, одетая и причёсанная кумельком. Чтобы я позволила сберетись дома или хотя бы в сад в лузе или непричёсанной. Никогда. От того, как я так и сохранилась, что никогда не была весёлой. Не распускала себя, как некоторые. Вот. Как сыпочка. Хоть 15-летнюю девочкой играть. Мы остановились на Лобазнике и Крысах. Да, Крысах, Крысах. Читай, не читай про Крысах. Крысах. Нет, я почитаю, я почитаю, моя очередь о Крысах почитаю. Так. А где же тут о Крысах? А, вот. И, разумеется, для светских людей баловать романистов и привлекать их к себе так же опасно, как Лобазнику воспитывать Крыс в своей комбанке. Однако их любят. А это что? На базарах? На воде? Никогда не читал. Вы читаете то, чего вы не понимаете. Какие книги есть, какие читаете. Вы читаете Бога и Господи за ротами возле большей мусторжи. А вот сердце сделано из креща, земля так и так. А, и так. Если женщина избрала писателя, которого она желает заполонить, она осаждается впоследствии комплекту, уменка, любезности и угождений. Но это французов может быть, у нас же все совершенно иначе. У нас ведь никаких программ. У нас, если женщина избрала писателя, она уже сама влюблена в него, Богушек. Не надо до него ходить взять, хотя бы меня и Григорина. Я не избирала Бориса Алексеевича. Не полонила его. А когда познакомились, а? Все в голове у меня пошло вверх тормашкой. В глазах по зельме. В глазах сдаю, смотрю на него и плачу, плачу. Дальше неинтересно, а не верно. Круглая. Что? Земля круглая. Чего же говорить, это как круглая? Когда есть нечего, тут все равно. Круглая семья или четырехлая? Одна моя спокойная у меня душа. Что с моим сыном? Отчего он в последнее время так скучно сырой? Он целые дни проводит на озере. Я его почти совсем не вижу. Коль-то не спрашивал на душе. Прошу вас, простите что-нибудь с его пьесами. Вы хотите. Это так неинтересно. Когда он сам читает что-нибудь, то глаза у него горят. И лицо становится бледным. У него прекрасный, печальный голос. А манеры как упаят. И... Спокойной ночи. Спокойной ночи. Можно поехать, можно поехать, а можно и не поехать. Вот и пойми вас. Понимаете, Медру Николаевичу следовал выбросить курить. Давно бы следовал. Табаку виной такая мерзость. Глупости все. Да нет, без глупости. Табаку виной даже не жил. После сигары и рюмки водки вы уже не Петр Николаевич. А Петр Николаевич плюс еще тут только. Вот разбывается Маширя. И вы одно из них. Вам по себе как в третьем лицу. О! И по-моему легко рассуждать. У Маширида своем Николаевич. Я 28 лет прослушал по судебному веку, туда еще не жил. Ничего не испытал в конце концов. Вы сыты и равнодушны. Имеете законность в тело особей. А я жить хочу. Пойкру пью, Херес, завет мой курю. Вот и все. Вон и все. Николаевич, ты жив все 60 лет. Жалей, что в молодости мало возлаждался. Извините, легкомыслие. Завтраке пара должно быть. Люди, если вы, а вы в рапах, когда я и в пути, я одинока. Мой голос звучит уныл в этой густоте, и никто не слушает. А пасторождает дневное полотно. Вы были одни, без мыслей, без воли, без трепетания жизни. Пойдет? Перед завтраком тебе рюмчики пропустят. А что? Личного счастья для меня. И что и ваше происходило с вами? Вы рассуждаете, как сытый человек. А что может быть скучнее для вашей милой деревенской скуки? Жалко, тихо, никто ничего не делает. Все голосовствуют. Прошу с вами, друзья, приятно слышать. Но сидеть у себя в номере и учить ролик гораздо лучше. А где моя роль? Где моя роль? Хорошо, я понимаю. Музыка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Дима Торзок 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 Я сейчас с ним поговорю. Я знаю. Своей отец. Илья Фанась, ну что он правду? Зачем? Что самому? Илья Фанась! Илья Фанась! Илья Фанась! Ну правду! Сущность. Сущность ренадового вашего мужа. Просто в шее. Просто в шее. Сущность тем, что из старой бабушки Николаевича. Казминстра попросит у него прощения. Уберитесь. Вы изных лошадей послал в пользу. Каждый день такие недоразумения. Если вы знаете, как я волнует меня. Если вы не знаете, как я за нашими руками. Возьмите меня к себе. 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 Взять все, если невозможно. Я понимаю. Простите, я нагорела. Смертая крепость. Конечно. Вы долго, Роман, взять тебя и женщин, я понимаю. Когда? Я вижу Николаевну плачу. А вот утрой Николаевич раз. Сильная цель мою. Ударьянов в кафе. Без кольца. Без кольца. Без кольца. Какие гейки? Пять? Да. Эй. Как странно. Как странно видишь, что известная артистка плачет. И не странно. Известный писатель. Любимец в публике. О нем пличет во всех газетах. Портрет его продают нам. Везде глоют рыбу. И радуются, что поймал с угломли. На этом году выгодно, чтобы забрала. Идали. Ударьян. Идали. Чтобы выгодно, подобраться, как я. Есть линий шестерок. Идали линию, ноут ли. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok 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 Мистер! Вонди здесь. На. Что это значит? Сегодня я имел подлость Убить от печали Кладу ваших ног Что с вами? Скоро таким же образом я убью самого себя Я вас не сдаюсь Да После того как я перестал узнавать вас Вы изменились ко мне Ваш взгляд холоден Мое присутствие стесняет вас А вы станете дрожиться в последнее время Вы выражаетесь все непонятно каким-нибудь символом И вот эта чайка Я тоже погибли на символ Вы простите, я не понимаю вас Я слишком проста, чтобы понимать вас Все это Началось этот вечер Когда так глупо провалилась моя пьеса Женщина не прощает мне всех Я все сжег Все до последнего клочка Все до последнего клочка Если бы вы знали, как я несчастен Ваше охлаждение страшно Невероятно То, что я проснулся и вижу Будто это озеро высохло или утекло в землю Вы только что сказали, что вы Слишком просты, чтобы понимать меня А что тут понимать? Пьеса мне понравилась Вы презираете мое вдохновение Считайте меня заурядом Ничтожным, каких много Как это я понимаю Как это я понимаю Хорошо понимаю У меня в мозгу Точно гвоздь Пусть он проклят вместе с моим самолюбием Которым сосет мою кровь Сосет, как змея Вот идет истинный талант Ступает, как гаврика Тоже с книжкой Слова, слова, слова Это солнце еще не подошло к вам А вы уже улыбаетесь Взгляд ваш растает в его лучах Гаврия Солнце еще не подошло к вам Гаврия Гаврия Солнце еще не подошло к вам Я не стану вам мешать. Я не стану вам мешать. Я очень часто приходится встречать молодых девушек, молодых и интересных. Я уже забыл и не могу себе ясно представить, как чувствует себя 18-19 лет. И потому мои понесения, а сейчас молодые девушки, обыкновенно фальшивы. Вот я хотел бы хотя бы на час побывать на вашем месте, чтобы понять, как вы думаете, ну и вообще, что вы за штучка. О чем вы думаете? Я? Да, о чем? Я не знаю. А я хотела бы побывать на вашем месте. Зачем? Чтобы узнать, как чувствует себя известный талант, как писать. Как чувствуется известность? Как вы ощущаете то, что вы известны? Как должно быть никак. Одно из двух. Либо вы преувеличиваете мою известность, ибо она вовсе никак не ощущается. Когда хвалят приятно, когда вронят, но вонят, что-то сидят не в другом. Ой, чудный мир. Как я вам саленую, если вы только знали. Древние люди различны, они не воплачают свою жалко, никому незалитное существование. Все похожи друг на друга, и все несчастные другим. Жигат, например, вам. Вы плана для жизни светлой, прекрасное, полное значение. Вы счастливы? Да, да, да. Вот вы говорите об известности, об какой-то счастливой жизни. А для меня эти хорошие слова, простите, все равно, что мармелад, который я никогда не ем, вы очень молодые и добры. Ваша жизнь прекрасна. Что же мне особенно такого хорошего? Я сейчас должен идти и писать. Извините, мне некогда. Вы, как говорится, поступили на мою самую любимую мозоль. И вот я начинаю волноваться и немного сердиться. Впрочем, давайте говорить. Давайте говорить о моей счастливой и прекрасной жизни. С чего начнем? Бывают насильственные представления у людей. Когда человек день и ночь думает, например, о луне. И у меня есть моя такая луна, да, у меня есть моя такая луна, день и ночь. И у меня доневает одна неотвязная мысль. Я должен писать. Я должен писать. Я должен. И два конченка поиска, почему ты должен писать другую, потом третью, после третьей, четвертую. Пишу непрерывно, как на перекладных. Иначе могу что-то светлого и прекрасного. Я вас спрашиваю, что за дикая жизнь? Вот я спаю. Я волнуюсь. А между тем я каждое мгновение помню, что меня дома ждут неоконченная повесть. Вижу облако, похоже на раяль. Думаю на то, по-другому, в рассказе, что плыва облако, похоже на раяль. Пахнет гилья тропом. Скорее, вода у него в притерный запах, в доме цвет. А по минуте будет при описании летнего вечера. Ловлю себя и вас на каждой фразе, на каждом слове, не спешу все эти фразы, слова, соберите свою литературную кладовую. А вот пригодится. Когда кончаю, я побегу в театре, любите рыбу. Тут-то забыться, отдохнуть, а нет, в голове уже ворочается. Тяжелая чукуна ядро новой сюжеты. Опять глядя к столу, что писать одно и то же и всегда. Так и нет мне покоя от самого себя. Я чувствую, что съедаю собственную жизнь. Что ради меда, который я даю кому-то в пространстве, Я обираю пыль с лучших своих цветов. Рыду сами цветы. И топчу, топчу их корни. Разве я живу? Разве я не сумасшедший? Разве мои близкие и знакомые ведут себя со мной со здоровым? Что пописываете? Чем нас подарите? Одно и то же. Одно и то же. Мне кажется, что все эти похвалы знакомых, восхищения, Это все обманывают. Меня обманывают, как больного. И я боюсь, Что однажды подкрадутся ко мне Сзади. Сзади. Схватят. И повезут, как поприщина в сумасшедший дом. Молодым, лучшие годы. Опять уже начинал. Мое писательство было сплошным мучением. Маленький писатель, особенно, Если ему не везет, Кажется себе неуклюжим, не нотким, Нервы неудопряжены, и зерданы. Неудержим он, вроде, Среди людей, перечасных. К ретинатуру, и к искусству. Незамечаемые, негемы признаны. Боясь прямо и смело. Смотри в глаза, словно Страстный игрок, у которого нет денег. Я не видел своего читателя, Но в моем воображении он мне представляется Недружелюбным. Недоверчивым. Я боялся публики. Она была страшна мне. И когда мне приходилось ставить свою новую пьесу, Мне всегда казалось, что Прюнеты прошли, кто настроены, А блондины холодно равнодушны. Как это было ужасно. Что это было за мучение? Позвольте, но раз Сам процесс творчества и само утопонарение Не дают вам высокий счастливый призыв. Да, да. Когда пишу, приятно. И корректуры читать, приятно. Но как вышло из печати, все. Все, я вижу, что уже не то. Ошибка. Что этого не следовало писать Вовсе мне дурно На душе дрено. А публика А публика А публика считает Мило Талантливо Но далеко До Толстого Или Прекрасная вещь Но Отцы и дети Тургенева Лучше И так будет И троповой газки Только мило и талантливо Мило и талантливо Мило И талантливо А как умру Знакомые Проконять на моей водиле Будут говорить О! Здесь лежит Талантливо Талантливо Каким успехом Я никогда не нравился Я не люблю себя Как писателя Хуже всего Что это в каком-то Читу И часто Я не понимаю Что я пишу Я люблю Эту моду Эти деревья Это небо Я чувствую природу Она возбуждает во мне Страсть Непреодолимое желание писать Но ведь я Не только пейзажист Я еще и гражданин Я понимаю Что писатель Я должен говорить О народе О его страданиях Проблемах О правах человека О науке И я говорю Обо всем Меня подгоняют Сербица Я мчу все стороны В сторону Как лиси За травмой описания И вижу Что жизнь Наука уходит Вперед Вперед И я отстаю Отстаю Словно мужик Опоздавший на пояс И понимаю Что умею писать Только пейзаж А в остальном В другом Я фальшив И фальшив Там можно крестить Вы заработались И у вас нет времени И желания Сознать свое значение Да пусть Вы недовольны тобой Для других Вы великие и прекрасные Если бы я была Таким писателем Как вы То я давала Мне всю свою жизнь Но зато сознавала Что счастье Я так удачу Что был писателем Примиран Я на большом У меня на пейзнице Ради какого Счастья Как бы Ну писателем Ты и актриса Я уже принесла Все И любых близких Нужных зачарований Я жила бы под крышей И был бы только Женой Крив Я бы страдала На осень Собой Сознание Своей Совершенно Но зато Крыча потребовала Слава Настоящий Шум Слава 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 Убежать Убежать Благодать Хорошо Видите на конкурент Утого сада Да Это усадьба Моя покойная Матерь Я родилась там Меня всю жизнь Провела Уплодный Козер Я знаю Убежать 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 А это что? Чайка Как сзади Загорычивает Красивая Птица Правда Не хочется Уезжать Уговорить Вериму Николаевну Остаться Гор Костя 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 А что это вы пишете? Сюжет Сюжет Мне небольшой рассказы На берегу озера Живет Молодая Молодая Девушка Но такая как вы Любит Озеро Как чайка И сейчас его и свободно Как чайка О! Пришел И человек Увидел И от нечего делать Погрубил Вот как и к чайку Не надо Горис Алексеевич Где вы? Мы остаемся Что? И сейчас Горис 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 Стоп! 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 Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 только непременно садовый. Только учительного уважаемого. А так просто. Марья Растванит помнящий неизвестно зачем живущий на этом свете. Взращайтесь! Маша! Нет, это не Маша! Это не Маша! Борис Алексеевич, счет или нечет? Счет? Нет. У меня в руке только одна коробка. Я загадала. Иди мне в авторите или нет. Хоть бы посоветовал кто-то. Посоветовать нельзя. Расстаёмся? И, пожалуйста, больше уже не увидимся. Вот, пожалуйста. Примите от меня на память вот этот маленький медальон. Я приказала на нем вырезать ваши инициалы. С этой стороны назвали ваши книжки в дни и ночи. Очень красиво, но прекрасный подарок. Иногда вспоминайте обо мне. Да я буду, я буду вспоминать. Я буду сказать, что вы были в тот частный день. Помню, неделю назад мы разговаривали. Вы были еще в светлом платье, а на земле лежала белая чайка. Да, чайка. Сюда, а больше нельзя оставаться. Ты всегда как ест янице. Я не могу. Умоляю вас! Оставался выставить дома С твоим ревматизмом разъезжать по гостям Итак, кто сейчас вышел? Нина? Да Пардон, мы помешали Я уже целейшего ошибок Замучилась Дни и ночь, страница 121, строки 11 и 12 Суточки тоже прикажут положить? Да, они мне еще понадобятся, а книги, книги можете отдать кому-нибудь Так, строки 11 и 12 Ну, что же в этих строках? В этом доме есть мои книги Брат, авторвинейте в угловом шагу Правый Петруша оставался бы дома Вы уезжаете Без вас мне будет тяжело дома А в городе что же? Ничего особенного Но все-таки Закладка земельского дома И все такое Ну, хочется Хочется будет час Другой воспрямиться От этой бескоренной жизни А то я залежался Старыми штуками Я приказал подавать лошадей к часу Войду, у меня милый Ну, живи тут Не скучай, не простуживайся Наблюдай за сыном, береги его, наставляй Вот еду, так и не буду знать От чего стрелялся Константин Мне кажется, главной причиной здесь была ревность И чем скорее ее вынесло отсюда, треворина Тем лучше Как тебе сказать? Мне кажется, причина была Ну, ясное дело Человек молодой А же как в деревне, в глуши Без денег, без положения Без будущих Никаких занятий Стыдиться и болеть за своей красностью Я ее через случайно люблю И он, конечно, в конце концов Ему кажется, что он здесь переживал Он нахлебит Но ясное дело Молодой своруд Знаю, горе мне с ним Ну, поступить бы ему на службу, что ли Мне кажется Было бы лучше Если бы ты Вдоварин Немного Прежде всего ему нужно обедать по-человечески Один и тот же сергтучейшего таскает три года Ходит без пальтов Понятное дело Молодой самолюбов Я ведь актриса, а не банкирша Но нет у меня денег Нет Не могу я никуда его отправить Не могу Такси Спасибо, милая Могу костюм купить Не могу Не могу Нет У меня денег Нет Нет Да я бы сам ему дал денег Если бы у меня пыль У меня же нет ничего Ни пятночка Всю мою песню забирают Управляющие тратят На пчеловодство Земледелие Скотоводство Мои деньги мои пропадают Таром Пчелы дохнут Коровы дохнут Слышите Мне никогда не дают Ну есть у меня деньги Есть Но ведь я артистка А ты туалеты разорились совсем Ты добрая Я тебя уважаю Да Сидите вести от него Очень выгодно Мил сено По девять копеек Забуд с доставкой А я на прошлой неделе Заплатил по одиннадцати И вот тут и вертись Что это у вас? Я тоже медаль получил Лучше б денег прислали Семен Семенович Я бы хотела поговорить с братом Но мы хотели бы остаться там двойком Да Хорошо Понимаем Ходит здесь с самого утра Ходит о чем-то говорит Добрый человек Потому что он никого Друговел Опять все равно что в том Что такое? Что случилось? Недурно и все Что случилось? Господи боже мой Да что такое? Петруша, дорогой мой Ну что он дурно Что такое? Помогите мне! Помогите! Музыка 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 Такое часто бывает. Тебе, дядя, надо полежать. Немного, да. Город, я поеду. Вот, полежу немного и поеду. Понятные вещи. Город, я поеду. Город, я поеду. Город, я поеду. Город, я поеду. Да, обещал, будьте ситьем уже в пункте. Ты как чел, Блин. Вчера, вчера один приезжий на кухне спрашивал, какой ты националист. А у тебя почти все прошло. Остались одни пустыки. А ты без меня опять не сделаешь, Кочек? Нет, мам, только на минуту бездомного отчаяния, когда я не мог подъедить с собой. Больше это не повторится. Мама, у тебя золотые руки. Я помню очень давно, когда ты еще служила на казенной сцене. Я тогда был маленький. У нас в этом дворе была трапия, помнишь? Нет. Сильно погибли жили в прачку, я тогда ходил и не бесчусь. Помнишь? Нет, нет, не помнишь. Ты ходила все к ней, носила лекарства, могла корыть ее детей. Неужели не помнишь? Нет, не помнишь. Нет, не помнишь. Где были они жили, в том же доме, где мы все хотели к себе кофе? Ага, да, да, я их помню. Да, богоморные они такие были. Да, 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 да. Мама, в последнее время я люблю тебя так же нежно, беззаветно, как в детстве. У меня теперь, кроме тебя, никого не осталось. Только зачем ты поддаешься влияние этого человека? Ты не понимаешь его, Константин. Это благороднейшая личность. Однако, когда ему вложили, что я собираюсь вызвать его на дуэт, благородство не побешало ему сыграть трусы. Уезжает позорное детство. Ну что за ерунда? Я сама его прошу уехать отсюда. Благороднейшая личность. Вот мы почти уже ссоримся из-за него. А он где-нибудь в саду или в гостины смеется над нами. Развивает мину. Пытается окончательно убедить ее в том, что он гений. Тебе что, доставляет удовольствие и говорит мне неприятностей? Я уважаю этого человека, я прошу при мне не выражаться моим путьом. А я не уважаю. Ты хочешь, чтобы я в том не считал мой виние, но, прости, я ударить не умею от его произведения мне прийти. Это зависть. Что? Зависть. Людям не талантливы, но с претензиями. Ничего не остается, как полицать настоящие таланты. Настоящие таланты? Я талантливый, если хвастаю, на то пошло. Вы, рутинеры! Сохватили первенство в искусстве и считаете законным и настоящим то, что делаете сами. Остальное вы гнетете и душите. Не признаю я вас. Ни тебя, ни его. Тихотел! Отправляйся в свой милый театр и играй в лжавку и бездарных пьесах. Никогда! Никогда я не играла в таких пьесах. Отстань меня! Ты жалководрия написать несостояние киевский мещанин. Прижимал! Зря да! Ты не запормишь, ничтожестварь! Дальше раз по театру! Отправляйся в свой милый театр и играй в лжавку и бездарных пьесах. Никогда я не играла в таких пьесах. Постань меня! Ты жалководрия написать несостояние. Киевский мещанин! Прижимал! Скорее! Обворюешь, ничтожестварь! 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 Ничтоже! Ничтожество! Ну, ненужное. Ой, ну, бедное мое дитя, ну, прости. Прости свою бедную мать, прости меня несчастному. Неста, я все потерял. Она меня не любит, и я уже писать не могу. У меня палец ей надежды. Да все, пойдет. Она сейчас уедет, он опять попал. Давай. Ну все, ну помирите? Да. Ну, помирите с ним. И не надо, да? Не надо. Хорошо, папа. Но только позвольте с ним встречаться. Мне это тяжело. Выше силы. Вот. Я выйду по вязке, по вязке уже номер сделаю. Дни и ночи. В странице 121 строки 11 и 12. Если тебе когда-нибудь понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Скоро лошадей подорвут. Надеюсь, у тебя все уложу. Да? Отчего в этом призыве чистой души? Мне послышалось печать на мое сердце, так болезненно сжалось. Если тебе, когда-нибудь пусть понадобится моя жизнь, то приди и возьми ее. Останите еще на этой день. Останите. 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 Ох, ну, сердце. Милый, я знаю, что тебя здесь удерживают, но имей над собой власть, ты немного обменела, трезвись. Вы тоже трезва умна, насудительна. Умоляю, отнесись к этому, как истинный друг, ты способна на жертвы. Будь моим другом, отпусти! Ты так увлечен? Меня мамиет гнеть, пусть может, это то, что мне сейчас нужно. Любовь провинциальной девочки, как мало ты себя знаешь. Иногда люди спят, но как вот я говорю с тобой, а завтра будто сплю и вижу ее во сне. Мною обладели дирку. Чудные мечты отпусти! Нет, я обыкновенная женщина и со мной нельзя говорить так. Не мучай меня, Борис, мне страшно. Не забудешь, ты можешь быть необыкновенной. Любовь, юная, прелестная, поэтическая, вносящая в мир грезь. Только она одна на земле может дать счастье. Такой любви я не встречал еще. В полной земле было нет, а не обливал пороги редакции, боролся с нуждой. Теперь вот эта любовь пришла. Наконец. Манит. Как же смысл убежать от нее? Ты зашел с ума! Не пускай. Вы все говорили сегодня мучить меня. Не понимаете. Не хочешь понять. Неужели я так стараюсь безобразно, что за мной не стесняйся, можно говорить о своих женщинах? Нет. Не хочешьarah. Не постараюсь. Не хочется denken. Да. Не я хочу знать. Понял. АПЛОДИСМЕНТЫ Мой прекрасный, мой дивный. Ты последняя страница моей жизни. Моя радость. Моя гордость. Мое блаженство. Если ты покинешь меня хотя бы на один час, я не бережу. АПЛОДИСМЕНТЫ Сойду с ума. Мой изумительный, мой великолепный, мой повелитель. Сюда мы упадем. Ну и пусть я не стыжусь моей любви к тебе. Сокровище мое. Отчаянная голова. АПЛОДИСМЕНТЫ СООООН Ты хочешь безумствовать, но я и не хочу, не пущу. Ты такой талантливый, умный, лучший из всех теперь в 6 часа дней. Ты единственная надежда России. Тебе столько истинности, простоты и свежести, здорового юмора. Ой, ты можешь одним штрихом передать, что главное для лица и обязательства. Люди у тебя как живые. Ох, тебя нельзя шатать без восторга. Ты думаешь, это фемиан? Думаешь, я ищу? Ну, посмотри мне в глаза. Посмотри. Похожа я на луку? О, я одна умею ценить тебя. Я одна говорю тебе правду. Мой милый, мой чудный. Ты поедешь со мной? Ты меня не покинешь. У меня нет своей воли. У меня никогда не было своей воли. Вяло. Рыхлый. Всегда покорный. Неужели это может нравиться женщине? Забирай меня. Возьми. Но не отпускай меня ни на один шаг на себя. Теперь он мой. А, впрочем, если хочешь, можешь остаться. Нет. Нет, я уеду одна. Ты приедешь потом через неделю. Поеду вместе. Ну, в самом деле, куда тебя спешит? Нет. Поеду вместе. Ну, как хочешь. Вместе, так вместе. Убери здесь свою. Ну, что? Сегодня утром слышал выражение «девичий борт». Пригодится. Значит, опять ехать. Станции, кунфеты, отбивные котлеты, разговоры. Разговоры, без разговоры. Имею честь. Историям заявить ложных и поданных. Подавшим, могу уважаемая, ехать сам свою. Пусть приходит по пять минут. Так вы же, Эмина Николаевна, сделайте мирость. Не забудьте навести справочку. Где теперь актер с урсовкой, как жилья беззародной? Вместе пимали, когда-то. Пограмм, это точно не назову, не подражает. Ха! С нескольким полным, пиццами тратишь уже травы. Тратики слайд. Тот же личность. Ха-ха-ха! Замечательно! Вы травим, честно, дружала, взять много чего-то раз. Показала драки, а не играть высоковощь. И никогда их будут отрыть. Но надо просто сказать, мы поварим за норму. А Исмаилов, Мы попали за пельтюм! Ну, до свидания, дорогие мои! Будем живы и здоровы, летом опять увидимся. Я на лапуру руку, это натуралист, а я вам чужу! Мы попали за пельтюм! Не поминайте лихо! АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Я на лапуру, что у нас будет всегда в этой стране! АПЛОДИСМЕНТЫ ИНТРИГУЮЮЩАЯ МУЗЫКА Это вы, а мы же. Я чувствовал, что мы живем. Борис Алексеевич, я решила, без поворотных степей брошен. Я вступаю на сцену. Как-то меня уже трясти будет. Как-то не до рота, а уезжайте. Уезжай, я так не могу. Увидимся-то. Остановитесь в Слоянском Мазаре. Точно дайте мне знать. Молчан, это доброе хороство. Я тороплюсь. Еще не буду. Ла-лай! Давай целуй! Целуй! А я замуж выхожу. Где Дед? А Людмит, не знаю. Добрый год, если ждать чего-то. А вот такие. Вы так прекрасны. Какое счастье. Думаю, что мы скоро увидимся. Да. Я многих увижу эти чудные глаза. Это не уразимые нежные нежные тайны. Эти тонкие черты вражения англитской чистоты. Оля, мой человек. Молодой человек. Не многие, не люди. Не ушалов. Понимай-то, что ушалов нет. Вам, кстати, нельзя здесь. Не ходите, пожалуйста. Уходите! Когда начнется, вас позовут. Андра! Я хочу прочитать вам стихи. Мне говорят, качая головой. Ты подобрел бы, ты какой-то злой. Я добрый был, недолго это было. Меня ломала жизнь и в зубы била. Я жил, по такой глупому щенку ударят. Вновь я подставлял щеку. Хвост благодушия, чтобы злее я был. Одним ударом кто-то отрубил. И я вам расскажу сейчас о злости. О злости той, с которой ходят гвозди. И разговоры чьи не ведут. И щепчу писата в чай молодой. Когда вы предлагаете мне чай. Я не скучаю. Я вас изучаю. И сплютишь меня чай с миленом пью. И прячу когти. Руку подалью. И я вам расскажу сейчас о злости. Когда перед собранием шепчут. Бросьте. Вы молодой. И лучше вы пешите. А в драку лезть, пока не спешите. То я не уступаю ни черта. Вы злые правде. Это доброта. Я предупреждаю вас. Я не излился. И знаете, я надолго заснулся. И нет во мне ровности какой-то. Интересно жить, когда ты злой. Что вы плачете здесь? Одинокоргуту одеточку. Какая-нибудь распятая и мокрая бурварь Москвы. Вашу тонкую шейку едва прикрывает горжавочка. Облесевшая, мокрая вся и смешная, как вы. Вас уже отравила сильная стякать бурварь. Я знаю, что крикнула. Вы можете спрыгнуть с ума. И когда вы уйдете на этой скалейке, кошмарная. Ваш сиреневый трубик окутает салону зуба. Так не плачь лишь. Не стоит. Моя одинокая деточка. Какая-нибудь распятая и мокрая бурварь Москвы. Вашу шейку свою затяните подружу в горжавочках. Уступайте туда, где никто вас не спросит. Кто? АПЛОДИСМЕНТЫ 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 СМЕХ Приклики шеут АПЛОДИСМЕНТЫ НИЖ Manual Костя! Все, Костя! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Боится одиночество ДимаTorzok 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 Кирилл ДимаTorzok Ни кто не думал, не дадал, что из 20-х годов настоящий пистолет, а вот, слава богу, денег Милый Костя, хороший, ну будьте по ласку из моей Маши, ставьте его, мама, она слава Женщине, Костя, ничего не надо, только взгляни на нее ласку, я по себе знаю Ну, вот вы рассертили, надо было приставать Жалобите себя, Маша, очень нужна Сестра моего себя не болела, все вижу, все понимаю Все глупости, безнадежная любовь, это не рога романа Не нужно только распускать себя и все, чего-то ждать, ждать у моря покоды Если в сердце залилась любовь, надо ее вон Вот обещали мужа перевезти в другой уезд, как переедет, туда все за пусту Скоро ты всех зашли! Главная мама будет в два сайта и в нести Глупость, друзья, все за пусту Пустики, Пустики! Ееее! А у меня теперь номер шестеро. А рука синий. Ну, ага. Вот тут и вертись, а? Вон мне на что смеяться, у вас киний курить не будем. Денег, денег. За 30 лет практики, мой друг, беспокойной практики. Когда я не принадлежал себе ни днем, ни ночью, я скопил только две тысячи. Ты недавно брошил за границей. У меня чего нет? Ты не уехал. Что ж когда не дают учредить? Глаза обманчива не видели. Сколько воспринимет надо? Четыре. Э? Из гостиной сделали кабинет. Здесь Константин Гаврилович удобнее работать. Как давно вы можете выходить в сад и там думать. А где сестра? Она поехала на станцию встречать три голена и сейчас вернется. Если вы нашли нужную выписать сюда сестру, значит, я опасно болен. Ну, тут история. Если опасно болен, это, что мне не дают никаких фигарств. А чего вы хотите? Блин, я тут как? Знаете? Может быть, соды? Хилия? Вот опять философия, да? Пришлось за наказание. Это для меня философия. Удачай. Ага. Благодарю вас. Ооо. Ха-ха-ха. Вот. Хочу дать сюжет Косте для поместь. Она должна называться стадий. Человек, который хотел. Когда-то, в молодости, я хотел сделать себе литератор и не сделать себе. Хотел красиво говорить, а говорить скверно. И все, все такое, того и того. Хотел жениться. Не жениться. Хотел всегда жить в городе. И я кончаю свою жизнь в деревне. И все. Хотел стать действительно штатским согрением. Не стал. Как бы я ни стремился. Дружно, самому сомнению. Иван Николаевич, выражатель дорожного жизни в шестьдесятого года. Если согласитесь с ними, вы готовы. Вот концепция. Поймите. Жить хочется. Это не повыше. Это холодные воды. Такая жизнь должна иметь конец. Вы сцепите, чтобы работали. Жить. Убирайте! Убирайте вам будет страшно! Страшно, нерти живут в детстве. Это не аж живот. Боятся нерти только верующие и вечные жизни. А мы, во-первых, не верующие, мы стояли в духа не может ли идти, чтобы 25 лет продолжили судебному верующему. 28! Участник, кстати, говорил, что работал. Нет, нет, ничего! Тотарь! Тотарь! Тотарь, позвольте вас пройти! А какой город за границей вам больше всего понравился? Какой город понравился? Генуя! А почему Генуя? Генуя! Там превосходная уличная толпа! Понимаете, когда вечером вырочу на теле, то сговорится бывает так, потому что она народом. Двигаешься потом к толкению, всякой целью туда-сюда, поломенной линией, взрываешься с нею, начинаешь сфере, что, возможно, одна мировая душа. Ну, вроде бой, который в вашем месте как раз играла. Нина Таревич! Кстати, где она, как? Должно быть здорово! Мне говорили, будто она помела какую-то архобидную жизнь! В чем дело? Это доктор длинная история! Короче! Она убежала, и к этому сошлась Кригорьеву. Это вам известно. Был у нее ребенок, и ребенок умер. Кригорьев разлюбил ее, вернулся своим прежним привязанностью, как и следовало ждать. Впрочем, он ведь никогда не покидал прежний. А по без характерности как-то ухитрял всех и сам, насколько мне известно. Личной жизненной не удалось больше, да? Ну а... Энна, кажется, еще хуже. Депутировала в Москву, в качестве театра, и потом уехала в Границу. Некоторое время я не упускал ее из вида, когда она туда и я бралась она за большие руки, найдала группа безвкусно, с нормальным средствами, бывали моменты, когда она талантливой скрикила, талантливой умирала, но топливы только моменты. Значит, все-таки есть талант, да? Понять было трудно. Должно быть есть. Я ее видела, она не хотела меня видеть. Прислуга не пускала меня к ней в номер. Я понимал ее настроение, не настаивал, до свидания. Что вам еще сказать? Потом, когда я уже вернулся домой, получал от нее письма, письма умные, теплые, интересные. Она в них не жаловалась, но я чувствовал, что она глубоко несчастна, что ни строчка, больной, натянутый нерв. И воображение немного расстроено, она подписывалась чай. Ну, в русалке мельник. Говорит, что оборонто, когда она твердила каждой письме, что она чайка. Теперь она здесь. То есть, как здесь? В городе, на постоянном дворе. Уже дней пять живет там в номер. Я был поехал к ней. Мария Ильинична ездила. Семен Семенович, утверждает, что видел ее вчера после обеда в поле, в Уферстах отсюда. Да, я видел. Шла в пусторный город. Я поклонился, спросил, чего я заходил там в гости. Сказал, что придет. Не придет она. Не придет она. А тем не марш, не хотят вернуть. Все расставили стражей, что даже близко не допускать ее писать. Как легко только быть философом на бумаге. Как это трудно надеть. Дальше. Прелестная была девушка. Прелестная, говорю, была девушка. Действительный статский совет написал. Дальше. Один был, даже, но ее вырюкли. Старина велась. Кажется, ваших плевельху остаться. Да если что, можно. Мы все всгорели, вывесниваемся по приятельности, а мы вынагружаем во все еще волос, смертная была, дым, вверх. Давай-давай-ка не сглазит меня. Слушайте, пожалуйста. Здравствуйте, Пётр Николаевич. Быстро понравилось тебе хорошо. Не хорошо. Здравствуйте, Пётр Николаевич. На станке купил и сборно не оказался. О, Мария Кишна. Не знаю. Замужен. Как он? Счастлив. Замужен. Ли Николаевна говорила, пожалуйста. Вы заходите за старые, не стали винироваться. Он привез журнал с твоим новым рассказом. О, да-да-да-да. Мы заметили, что у него очень интересно. Вам. Ширпакону, вашим отчитания. В Петербурге и в Москве вообще-то пить, но у меня все страшно было, страшно форум. Сколько ему лет? Брюндеку и Блэнди. Все почему-то думают, что вы не молоды. И никто не знает ваш настоящий момент, как и печатать, как и псевдоним. Вы доистинства на железная маска. Надолго? Нет, завтра думают у вас с Богом. Боритесь. Надо, надо. Спешим закончить поезд и обещал сдать кое-что в сборную. Одним словом, старая история. Старая история. Погода стынет у меня, ласковый ветер. Шестой. Завтра утром это утипнет, пойду на озеро ловим прыгу. Кстати, надо найти то место, где в комнате играли ваши пьесы. Мотив созрел. Вода служит в памяти, в местах 10. Старая. Пожор, мужик, зайдь, господи, иди домой. Лошадь, а мальчик? За нами был сейчас посылом иностранцы. Не конец же одна? Да ведь нет, другие лошади! С вами связываются. Да я вашу пешку вытюкал. Пешку в такую погоду был. Пожару, мужик! Да пора! Но вы ведь всего только шесть верст. Прощайте. Прощайте, помашу. Я бы никого не беспокоил. Но ребеночек... Не бой дойдет, не федерал. Пожалуйте, господа, не будем терять время для того, сколько можно подорудить. Когда наступает элитные синие вечера, здесь играет подросток. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok DimaTorzok Добавил 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 DimaTorzok Афиша на заборе полосила. Булет для медицина оправленная. Темные волосаки. Пописаю. Пописание ломбом увеличен. Глитой из Истана. Трикорий. Трикорий на форуме был теперь. Приемный, ну легко. У него на плотине блестит горбочка разбитой бутылки. Чернеет тень от мельничного колеса. Все. Лунная ночь готова. У меня тихое мерцание звезд. Далекие звуки рояля. Тонущие в тихом ароматном воздухе. Это мучительно. Точно с того, что герой разбудил шум дождя. Остальное все вон. Трикорий. 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 Трикорий разлюбил ее. Как и следовал ожидать вернуться к своим прежним привязанностям. Трикорий. Личная жизнь не удалась совершенно. Сцена кажется еще хуже. Трикорий. 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 интересная. Она в них не жаловалась, но я чувствую, что она глубоко несчастная, что нестрочка, больной, натянутый герб, и воображение немного расстроено. Она подписывалась в чайке. Медленький русалка говорит, что он ворон, так вот она повторяла, что она чайка. Теперь она здесь! Я все больше и больше убеждаюсь в том, что это дело не в старых, а не в новых формах. Дело в том, что человек пишет, не обращая внимание ни на какие формы, просто пишет. Потому что это свободно льется из его души. Темно. Что такое? Что? Кто здесь? Кто здесь? Здесь есть кто? Никого. Не бойтесь. Это я посмотрела. Спасибо. Я сильно изменилась. Да, вы похудели, глаза у вас стали больше. Отчего вы не устали меня всередине? Я боялась, что вы меня ненавидели. Давайте сядем. Я уже два года не плачула. И как кости не станет писателем? Спасибо. 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 Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok Субтитры делал DimaTorzok ДимаTorzok 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 Верно, но мы с вами право начинаем, не хватай! Ну, пусть я не посыпаю, но кирпичу, чтобы не хватить, чтобы не было лишних, не было лишних, не было лишних. Как вышется дождь, Устойный дом, Стучатся на жизнь, Погода полетет. Сидятя мечта, Прошла в стороне, А завтра, завтра ты встретишь ее. Не надо печалиться, За жизнь впереди, За жизнь впереди. Нехорошо, Елена. Если кто-нибудь встретит ее за дом, А то скажет, Мать, это может расстроить вам. Зампала весну, Земля разомлела, Солнечные дни. Сегодня любовь Прошла в стороне, А завтра, завтра ты встретишь. АПЛОДИСМЕНТЫ ОПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ 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 УСВЕРЫ Красно... Странно. Дверь как будто сапирата... Субтитры создавал DimaTorzok Вот вещь, о которой я дальше говорил. Наш заказ. Не помню. Не помню. Не беспокойтесь, господа. Это, видимо, в моей похудой артечке тренируется. Лопнула склянка соперника. Как я напугалась. Это мне напомнило, как даже в глазах потемнело. Письмо из Америки пришло. Я хочу вас спросить. А как очень интересуюсь этим вопросом, хочу вас спросить. Илья Николаевна, пойдите отсюда куда-нибудь. Пойдите. Дело в том, что Константин Гаврилович застрелился. Константин Гаврилович. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 И, например, вернулся Николай Потапов в сегодняшний дебют. Не только на пейской сцене, но и вообще на сцене. Продолжение следует...